Петербургский скаут отметили 108-ю годовщину движения. В честь праздника в Павловске устроили День разведчика. Вязали узлы, ориентировались на местности и разожгли первый в сезоне костер. Первый в сезоне костер в среде разведчиков принято встречать скаутским салютом. Этот символ глубоко символичен. Безымянные средние указательные обозначают три дороги к себе, людям и Богу. А покрывающий мизинец большой говорит о том, что сильный всегда обязуется защищать слабого. Впервые скаутский костер в России был зажжен 30 апреля 1909 года в Павловском парке. Именно эта дата ежегодно отмечается скаутами. За более чем 100 лет у человечества появились зажигалки, специальное топливо. Но отдавая дань предкам, истинные разведчики пользуются исключительно дедовскими методами. В первую очередь костер должен обеспечиваться кислородом. То есть поджигать следует с подветренной стороны, чтобы ветер раздувал огонь. Должно быть топливо достаточно сухое. То есть это щепочки, береста. От бересты они разжигаются лучшим образом. Движение скаутов зародилось 110 лет назад в Великобритании. Родоначальником стал полковник сэр Баден Паул. Во время Англобургской войны он организовал вспомогательную воинскую часть из обычных мальчишек, которые взяли на себя разведку и доставку донесений через позиции врага. В Петроград движение пришло ровно через два года в виде книги. Ее прочел Николай II и понял, что это именно то, что необходимо, как сказали бы сегодня, до призывной молодежи. Если пройти школу скаутинга и забросить скаута в любую точку мира, он станет через некоторое время успешным человеком и будет лидером в том обществе, в котором оказался. Обычно сразу после первого костра скауты отправляются и в первый поход. Но из-за капризов питерской погоды на этот раз выход пришлось перенести. С 6 по 9 число юные разведчики пойдут искать приключения в Комарово, на Черные озера.